В среднем шаровые звездные скопления в галактике Андромеды имеют большую металличность, чем в Млечном пути. Интересно также, что в Андромеде присутствуют скопления с большим количеством звезд, по возрасту занимающие три диапазона, от 100 до 500 миллионов лет. Около 5 миллиардов лет и третий от 10 до 12 миллиардов лет. В Млечном пути, для сравнения, шаровые скопления практически одинаково старые, с возрастом от 10 до 12 миллиардов лет, а молодые вовсе отсутствуют. Наличие молодых скоплений в Андромеде объясняется, вероятно, ее прожорливым аппетитом, то есть поглощением неправильных галактик в прошлом. Кроме того, в М31 имеются звездные скопления, по характеристикам являющиеся промежуточными между шаровыми звездными скоплениями и карликовыми сфереодальными галактиками, аналогов которых в Млечном пути не обнаружено. Хотя их светимость и цвета такие же, как и у обычных шаровых скоплений, они отличаются лишь очень большими радиусами, порядка 30 парсяк. Межзвездная среда Андромеды состоит из газа с разной температурой и пыли, которой здесь достаточно, чтобы она наблюдалась в виде пылевых полос, частично затемняющих свет с северо-западной стороны от Балджа. Пылевые полосы, а их насчитывается более 700, хорошо заметны из-за большого угла наклона плоскости галактики. В Андромеде известно около 4000 областей активного звездообразования из ионизированного водорода, а также 26 остатков сверхновых и еще 20 кандидатов в такие объекты. Кроме них известно более 4000 планетарных туманностей, а всего в галактике по оценкам их должно быть около 8000. В М31 открыто как минимум 35 тысяч переменных звезд различных типов. В первую очередь это цифеиды. Яркие звезды с определенной зависимостью между периодом и светимостью, по которым можно определить расстояние до них. Большинство цифеид имеет период от 5 до 125 суток. Среди других известных типов переменных яркие голубые переменные, переменные типа Лиры, долгопериодические переменные, а также переменные типа Ар, северной короны. В галактике Андромеды вспыхивают в среднем около 50 новых звезд в год, а всего здесь зарегистрировано не менее 800 таких объектов. При этом отношение частоты вспышек новых звезд к светимости галактики довольно низко по сравнению с другими галактиками, что может быть связано с низким темпом звездообразования. В М31 известно также около 2000 источников рентгеновского излучения. Рентгеновские двойные и остатки сверхновых, а также злые белые карлики с высокой температурой. Некоторые источники наблюдаются в шаровых скоплениях галактики. Яркость скопления М31 в рентгеновском диапазоне выше, чем в шаровых скоплениях Млечного Пути. Еще одно отличие источников в галактике Андромеды от источников в нашей галактике сосредоточены в центре. В настоящее время в М31 открыта только одна экзопланета-кандидат. Временное название PA99N2. Но можно не сомневаться, что в галактике Андромеды существуют миллионы или даже миллиарды планет, вращающихся вокруг ее многочисленных звезд. Наполненных безжизненной атмосферой или, возможно, иной флорой, фауной, организмами и существами. Поиск планет за пределами Солнечной системы чрезвычайно сложен, поскольку планеты не излучают свет. Все экзопланеты, существование которых было подтверждено, находятся в пределах нашей галактики. Но по мере развития оптических технологий и методов обработки данных, мы сможем находить больше планет с каждым годом, расположенных дальше во Вселенной.